Всем привет, с вами VideoShopper.ru Opera наконец поняла, что она потеряла огромное количество пользователей и дабы продолжить оставаться на плаву, выпустила абсолютно новый браузер с действительно необычными функциями. Стартовая страница похожа на плавающий рабочий стол. Вкладки переехали направо, а меню настройки налево. Также браузер наделили умными функциями. Он автоматически поднимает важные и частые вкладки. В нем можно смотреть видео поверх окон, открывать одновременно две страницы и даже пользоваться встроенными ножницами для фото. Пока не он не станет заменой Opera, но если он начнет набирать популярность, возможно все. Samsung Galaxy S8. Тем временем в сети появились рендеры нового Samsung Galaxy S8 в прозрачном чехле от Alixor. По фото можно понять, что смартфон получит экран от края до края с минимальными рамками. Сзади он похож на Galaxy S5. Модель не столь успешную, но и неплохую. Эксперты полагают, что компания Samsung покажет две версии флагмана, одну с приставкой Plus. И произойдет это с 13 по 23 апреля. Посмотрим, удастся ли у корейцев снова удивить нас. Но смартфон выглядит многообещающе. Switch. Это что еще такое? Компания Nintendo редко удивляет нас своими новинками, но сей раз решили возродить индустрию персональных приставок. Switch это целый комплект, который состоит из док-станций, планшета, двух ремешков и контроллера, который разделяется на две части. Сам планшет получил экран на 6,4 дюйма с HD разрешением. Процессор Tegra X1 и возможность работать от 2,5 до 6 часов в играх. Контроллеры Joy-Con укомплектовали камерой, гироскопом и огромным количеством функций. И хотя проект немного необычный, я думаю, что за 22,5 тысячи рублей он не взорвет. HTC Uplay U Ultra. Многие успели позабыть про некогда легендарную HTC, но они взяли и представили свои новые смартфоны. А главной фишкой данных смартфонов стал второй экран, предназначение которого не знают даже в HTC. U Ultra получил 5,7 дюймовый Quad HD дисплей и дополнительный дисплей на 2 дюйма с разрешением 160 на 1040 пикселей. Snapdragon 821 в качестве процессора и две камеры, фронтальную на 16 мегапикселей и основную на 12. Выглядит смартфон интересно, только цена отпугивает. 750 долларов за младшую версию и около 910 долларов за старшую сапфировыми стеклами. Более бюджетную модель Uplay оснастили 5,2 дюймовым Full HD дисплеем, камерами на 16 мегапикселей, процессором Helio P10 и от 3 до 4 гигабайт оперативной памяти. Ничего необычного в этом нет, но цена снова зашкаливает. 440 долларов за младшую версию. Willi Fox Swift 2X. Новенький среднебюджетный смартфон показали ребята из Willi Fox. Смартфон получил алюминиевый корпус, экран на 5,2 дюйма с Full HD разрешением, камеры на 16,8 мегапикселей, процессор Snapdragon 430 в паре с Adreno 505 и 3 гигабайтами оперативной памяти. Также присутствуют две сим-карты, сканер отпечатка пальцев и батареи на 3010 мАч. А за операционную систему будет отвечать Cyanogen OS версии 13.1. Что ж, а с вами был VideoShopper.ru, до встречи в еженедельном дайджесте мобильных приложений.